Открывшийся 19 января в научном центре акушерства гинекологии и перинатологии имени Кулакова 10-й юбилейный международный конгресс по репродуктивной медицине собрал около тысячи делегатов. Как отметили в своих выступлениях организаторы конгресса, несмотря на своеобразие политического климата, приехали все 125 почетных гостей, друзья конгресса из 25 стран, эксперты мирового уровня. Традиционно в плотной программе конгресса пленарные заседания, покрывающие ключевые проблемы акушерства и гинекологии, где основное место занимает бесплодие. Вспомогательные и репродуктивные технологии признаны одним из главных достижений мировой медицины последних 40 лет. В первый день работы конгресса перед его участниками выступил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева. Она отметила, что охрана репродуктивного здоровья населения является одной из приоритетных задач государственной социальной политики. Результатом этой деятельности стало то, что в 2015 году Россия снизила показатели материнской смертности в 4,5, а детской смертности в 3 раза. Татьяна Яковлева отметила также, что за период с 2011 по 2014 годы высокотехнологичную медицинскую помощь с использованием экстракорпорального оплодотворения ЭКО получили около 38 тысяч женщин. В ходе конгресса прошли школы, дающие врачам предметные знания в узких областях, таких как эндоскопическая хирургия, диагностика и профилактика рака шейки матки. Вообще онкогинекология, так же как и проблема мужского здоровья, существенная часть программы этого форума. Важная и ставшая традиционной составляющая конгресса – прямые трансляции из операционных, что подчеркнул в интервью первому медицинскому каналу президент конгресса по репродуктивной медицине академик Геннадий Сухих. Сейчас через два часа начнется демонстрация из Соединенных Штатов, из одного из ведущих госпиталей по робототехнике. Все-таки робототехника – это не наше пока преимущество, потому что она имеет свои показания в области применения. И, может быть, репродукция – не самое блестящее место приложения. А завтра и, возможно, сегодня будет демонстрация из нашего операционного блока, из наших 15 операционных, подготовленных пациентов тематически, и это будет широкий ряд практически всех патологий. Абсолютно убежден, что все пройдет хорошо, что когда мы будем закрывать, будет замечательная процедура, награждения наших молодых ученых, студентов, потому что мне так стыдно, что мы только два года назад создали собственный студенческий кружок, куда пришли люди, лучшие студенты всех медицинских вузов Москвы, включая факультет фундаментальной медицины университета. Я думаю, это совершенно замечательная наша мысль, запоздавшая, но тем не менее необесцененная, потому что даже в этом году я почувствовал, что изменяется пулу молодежи, которые приходят и претендуют на ординатуру и аспирантуру. Мы закладываем фундамент нашей профессии в нашей стране. И хочу сказать, меня радуют постоянно приезжающие коллеги из регионов и безумно рад, что медленно, безумно медленно, но стирается граница между Москвою, Санкт-Петербургом, какими-то городами-миллионниками и региональными центрами. Это, я думаю, главное достижение. Это то, ради чего мы работаем, это то, ради чего создаются крупнейшие национальные центры, каким является наш Центр Пушествия, Гинекология и Перелетология. Традиционно в рамках Конгресса прошла выставка ведущих российских и зарубежных производителей лекарственных препаратов и медицинского оборудования, представляющие последние разработки.